Образовательное событие в лицее номер 15 становится доброй традицией. В нем задействованы все ученики лицея. Кто-то выступает в роли докладчиков или готовит проекты. Кто-то помогает в проведении мастер-классов, а кто-то пробует себя в новых направлениях. Цель вообще образовательного события – показать красоту разных наук, проявить творчество. И поэтому у нас, конечно, не только физика, и не только математика, и информатика, хотя, конечно, им уделяется много внимания, у нас все-таки физмат лицей, но здесь были работы и по биологии, и по химии, были работы, связанные с географией, с историей, если мы говорим о секциях. В секции стендовых докладов выступали в основном старшеклассники. Доклад Марии Ермаковой был посвящен системе распознавания эмоций человека. Девушка разработала программу, которая позволяет получать данные с помощью веб-камеры ноутбука. Компьютер, обрабатывая эту картинку, выдает, какую эмоцию показывает человек. Он выдает доминирующую эмоцию и выдает в процентах, какие еще эмоции присутствуют на фотографии. Значимость и пригодная ценность моей программы заключается в том, что предприятия и фирмы заинтересованы, как можно быстрее понять уровень заинтересованности покупателей. В рамках образовательного события прошел хакатон, где ребята переводили ролики с английского языка на русский и обратно, и должны были их озвучить. Кроме того, ребята смотрели видеоклипы, созданные другими лицеистами, создавали инсталляции, проявляя инженерную смекалку. Вместе с детьми по станциям ходили и родители. Внезапно попали мы сегодня на это мероприятие, и буквально на первом этаже мы поняли, что окунулись в мир интересных знаний. Очень много ребят присутствует здесь. Я смотрю, здесь и как младшие с пятого класса, и одиннадцатиклассники, уже такие более матерые, так сказать. Для меня лично интересна была биология. Сначала посетили островок биологии, послушала несколько докладов, проектов. Скажем так, даже для меня, для взрослого человека, было много чего нового и интересного. В столярной мастерской тоже не сидели без дела. Лицеисты под руководством педагогов и старшеклассников строили машину Голдберга. Пользуясь знаниями, полученными на уроке физики, ребята создавали мини-проект и пытались зажечь лампочку на своем объекте. И на уроках всегда, после теории, идет практика, и на химии, и на физике. Ну и такие мероприятия позволяют больше практиковаться и осознавать, что ты изучаешь. На секции изучения программирования на базе Ардуино старшеклассники и выпускники лицея обучали ребят помладше работать с плашками и микроконтроллерами. Сегодня эти знания очень актуальны, поскольку Ардуино – одна из самых распространенных платформ для обучения программированию и создания прототипов электронных устройств. С помощью этих знаний мы в будущем сможем создавать те же самые компьютеры, поскольку все компьютеры используют те же самые микроконтроллеры. И мы сейчас изучаем их действия, принцип действия. Объясняем молодому поколению, как работает принцип алгоритмизации на простой макетке. Мы собираем из блок-схем, скажем так, составляющие алгоритм, который на заднем плане программа переписывает в код. И, соответственно, он ее воспроизводит на соответствующем макете. Это мероприятие – своеобразный итог того, чем дети занимались в течение года. Кроме того, на образовательном событии ребята помладше могут поучиться у старших и выбрать для себя интересное занятие. Сейчас 15-й лицей готовится к чемпионату по скоростной сборке карт, который пройдет в апреле. Екатерина Пянова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров-24.